Политологи в Москве считают, что президент Путин сказал именно то, что от него ожидали услышать российские граждане. По мнению специалиста по отношениям с Украиной и Белоруссией Богдана Беспалько, российский лидер предстал перед согражданами, цитата, в боевом и спокойном настроении, чем удовлетворил избирателей. Я думаю, что главным все-таки является именно то, что у нас по большому счету нет выбора. Либо мы отказываемся от суверенитета и, например, отказываемся от территории Сибири. И вообще нас ждут новые 90-е годы, распад страны, соответственно, гиперинфляция, контроль над нашими нетрами, контроль над нашими ядерными вооружениями. И, по сути, мы уже никогда не сможем возродиться. Либо же мы должны бороться. Я сказал бы, что действительно, с точки зрения геополитики, все процессы, которые направлены против нашей страны, они идут вовсе не с марта 2013 года, когда решила судьба Крыма. Они идут достаточно давно, и все это просто было покрыто дипломатической риторикой, как со стороны Запада, так и с нашей стороны. Другие политологи отметили, что в сегодняшнем выступлении российского президента на большой пресс-конференции отсутствовала самокритика. Так, бывший министр экономики России Андрей Нечаев на вопрос Артевяя заявил, что Путин исключает свою вину в сложившихся напряженных отношениях с Западом. Касательно, опять уже, внешней политики, все-таки президент явно пребывает в уверенности, и это очень предскорбно, что наши западные партнеры не хотят добрососедских и стратегически таких долговременных добрых отношений с Россией. Но вот президент какой-то своей вины не ощущает, или, по крайней мере, публично делает вид, что виноваты исключительно наши западные партнеры.